всем привет мы на одиннадцатом уроке пансе был в этом уроке вам расскажу как печатать переменные это хорошо для дебаггинга когда вы что-то делаете и чуть не работает всегда проверить какая переменная чему она равна когда бежит ваш там run book и еще я вам покажу как работать с этими переменами то есть как там слаживать допустим как составлять из двух переменных одну и все принципе несложный урок такой будет и ну поехали посмотрим что у нас здесь есть есть антибл конфиг файл групп wars и хост видите там в группе wars есть один файлик в котором там я кое-что обозначил посмотреть давайте посмотрим чтобы все было понятно там я юзер этот как его юзера определила где мой ключ хранится то есть самое интересное по своим хост в хосте у меня три сервера три сервера с 3 linux сервера и вот я одну переменную такую видите к ним зафигачивать определил перемену так помните вам вам рассказывала как он то есть предыдущих уроках так можно от конфигурирует переменные разу перемены называется owner и равняется эти разные именно имена и так давайте сделаем какой-нибудь классный и простенький playbook на но playbook до playbook вот так и будет называться яму и мы не забываем первые три минусе к назовем его мой супер-пупер-плей-бук-вариаблессон так хост на каких хостах он будет бежать на всех нам нужен root так конечно всегда нам нужно не знаю почему по умолчанию не надо ну как бы надо иногда не панируют в общем так помните вам вам показывала дом из не по моему показывал точно в прошлом уроке даже по-моему это было playbook и что можно определять wars прям переменные прямо так в playbook они будут относиться ко всему playbook допустим месяч номер один у нас будет привет месяч номер 2 название переменных таки и с чего не равны world и допустим знаю секрет такой переменная секрет и не знаю там короче это пароль какой-то типа просто переменная в принципе просто переменные и такси поехали таски писать тассы кассы какие тоски не будем здесь ничего инсталлировать такое там где такое про простенькая все такое и так task ну давайте назовем первый тасс да все же дадим его имя может стать не называть принципе назовем print print секрет variables так принт секрет variable и что мы делаем и мы делаем сестры как как бы модуль такое называется debug которого есть всего лишь принципе два параметра или один или второй его роза параметра его и какой вор мы читаем секрет все в принципе готово я со что это что будет он напечатает нам что внутри этого какого секрет этом но у нас эти три сервера сейчас запущу это запустится на трех серверах что запустится на трех серверах на каждом из серверов запустится напечатать это сообщение то есть это тупо конечно ну зато какая разница зато поучительно символ playbook playbook вот видите как бы он три раза написал на каждом сервере он запустил напечатать это в общем это каша бред но зато вот так печатаются эти как его сообщение видеть это мои сообщение вот она дурацкая то поехали дальше будет интересно можно это как в ней мне писать можно в принципе ну конечно лучше писать когда вы делаете всякие таски там инсталлируйте что-то копируйте что-то ну у нас будет дебаг можно просто сразу дебаг писать так дебаг двоеточие и писать тот же war еще раз как бы но на этот раз я хочу не просто секрет написать написать это как его этот то что внутри а именно щекать сообщение написать что вызвать сообщение это второй параметр этого дебага это не вооружа а message и теперь мы пишем миссич в кавыка допустим секрет но и слово . открываем и такие аккуратные фигурные скобки пишем название наши перемены которые мы хотим ставить вот и все в принципе сейчас мы начали там такое миссич но и как это будет напишет его опять же три раза нужно три сервера интер каждом сервере запустят ну какая разница пусть напишет 3 сервера мы потренируемся вот видите вот так это выглядит оттуда и от этого нельзя избавиться кстати хотите чтоб красиво только было написано не получится обычно анти плейбуки бегут напротив целой горы серверов вам нужно обязательно посмотреть напротив какого сервера на каком сервере это было запущено эти сервер номер один короче но здесь они все одинаковые мысли че ну сейчас у нас же есть помните оунар поэтому можем сейчас немножко поиграться короче поняли да и миссич это писатель эти как в месяц теперь следное слово давайте еще чем дайте еще один дебаг напишем дебаг и месячда напишем миссич и миссич будет у нас такой допустим как там он будет на русском этот хозяин владелец этого этого сервера и переменная он напишет владелец этого сервера минусик минусик стрелочка из суда место вот этого скобочки он расставит переменную моего удар которая у нас в хост файле давайте запустим посмотрим владелец этого сервера вася петик николай видя как четненько вот так вот зашибись теперь давайте мы вам покажу как соединять переменные как вот этот привет волк соединить в одну переменную сделать новую переменную то есть как бы пользоваться перемен для этого есть такой модуль называется секс факт сет факт два и точек и выйти рис пишите название новой перемены допустим если у нас мисс один миссич 2 напишем full миссич равняется и чему он уравняется но я это первое миссию и второму миссию вот так вот так как делается миссич один дальше мы хотим пробел же правильно сделать делаем пробел еще открываем миссич 2 и даже куда эти овна русла тоже добавим еще точно и то есть будет у нас привет world from а вот так вот круто то сейчас я принципе создаю переменную full миссич но она здесь не напечатает поэтому нужно еще один след еще раз дебаг делать дебаг и дебаг мы теперь можем взять уже ну тварь и новый у нас переменная full миссич круто да ну дать проверим что все будет просто супер пупер короче вот сет факт ведь он сделал сет факт соединил миссич и и вот он full миссич какой привет world from вася в привет вам петя шумникова и такие дела в принципе все но это еще не все еще вам покажу самое ну не самое интересное одно из интерес смотреть ansible минус сетап это данные серверов обычно распечатает всех троих ведь есть куча куча всяких данных серверов да дается здесь есть интересные данные допустим анси был distribution где-то он здесь есть и давайте поищем всякие интересные данные которые у нас есть просто эти все перейдут вот это все перемены вы можете их просто принятым делать или их использовать где-то в общем я вам покажу . где мы будем в следующих уроках где мы это будем использовать но давайте найдем классную переменную просто напечатаем все вот эти переменные вот эти это все переменные которые уже для вас образуются когда вы просто запускаете любой про этот как вот плейбук станции был делом принципе дает сетап запускает его вы не видите но все и все 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 перемены сохраняем против каждого вашего сервера вот ведь анси был уэс фэлем фэмили видите сарат ход еще может быть видео бунту тоже быть так что это вот тут важные вещи такие там айпи адреса там серверов он тут допустим на рахтите распечатали кунь там в общем отведи это анси был кернел версия чудненько есть еще анси был бы называется где-то дистрибьюшн вот эти айпи адреса видите айпи 4 адрес такой то бродка с такой то нет маска бла 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 сейчас я где то найду где то я найду называется дистрибьюшн вот он ведь и танцы будут дистрибьюшн вот я его хочу с распечатать переменная просто тут переменная есть я хочу ее расчетать анси был даже скопируем дистрибьюшн идем в наш плейбук дать и распечатаем дебаг вар так вымечать не выкунись и писать просто вар это когда вар вы не вам не нужно дать вот эти скобочки что это именно название переменной если вы используете перемену где-то должен эти скобочки то есть я сейчас распечатаю с каждого сердца это все пусть на каждом сервере с каждый сервер мне выдаст анси был дистрибьюшн который у него ну то есть это принципе версия этого линукса запускаем playbook классная штука распечатать о видите linux 1 у меня который сервер то amazon linux 2 это amazon тоже а третье у меня red hot до этом red hot поставил серьезно как бы именно не amazon linux red hot linux вот такие дела круче вот эти сетап модуль в общем он очень полезный в общем всякие важные вещи можно всегда найти и всегда по распечатать и следующем уроке вам покажу как эти штуки пользу допустим смотрите если это red hot да то на него это как его apache ставится немножко по-другому правильно как бы и если то есть эту бунту на него тоже по-другому то есть в общем это разные вещи разные команды нужно запускать смотря какая это как и смотря какой linux вот это важные вещи знать мы на следующем уроке вам покажу как это все использовать наглядно в хороших примерах мы установим апачи апачи установим и на linux на сент с который короче мы на разные версии linux а установим веб-сервер и короче в общем поняли да это классная штука пользуйтесь этими переменными очень важные знать как их печатать вы уже поняли в общем это супер-пупер и так вам покажу еще раз этот наш playbook вот такой простенький и очень супер супер наглядный ой подождите и перед тем спаслица еще одно забыл блин это как стив джобс говорил one more things еще одна вещь как сохранять output перемен output команд допустим у нас есть модуль shell и на модуле shell мы запускаем команду uptime знаете да такое сказать сколько сколько время она запустится и принципе ничего не будет смотрите вот я еще запущу это запустится он запустил на сервере там где-то вот видите вот здесь вот команда она запустилась да ну и что а я хотел бы увидеть что вообще шону выдал это вообще чтобы это сделать нам нужно сохранить output сохраняется отпутка командой регистра двое точие и какая в какую переменную до 8 до 8 зам переменную result все в команду переменную резальт сохранился и output команды и теперь можно напечатать это обычный кэш уже знаем как печатать опять же тот же дебаг да старый добрый эти вар сделаем резул это все там все такое немножко много текста печатает обычно но какая разница зато вот так вот сохраняются команды output команды запускайте что вы хотите узнать и вот пожалуйста видео когда выдала как красиво как в дебаг мы сделали резальт равен команда было output и бла-бла-бла-бла-бла короче ведь вот так вот мы сохранили это сохранилось в нашем резальте целый такой гора текста вот там можно кстати если я не ошибаюсь дать я попробую и может быть немножко по-другому так как это джейсон формат можно использовать и точку и чего-то допустим давайте иди out есть . есть идеала попробуем выдать вот это сейчас я покажу что имею ввиду может не сработать я не уверен что может быть немножко так то есть я вот что хотела резальт . ст идеал дать попробуем может не сработать там уж немножко нужно это как его потому что это не идеальный джейсон кто знает нет это клевый джейсон и вот нам выдал строчку эти счетов только не все а именно то что я хотел одну строчку в общем короче все хватит этом хватит хорошего понемножку увидимся свечу пока